Бумажками все заклеили, чтобы их без масок не было видно. Света нет. Под принуждением под вашу ответственность. Есть закон такой вообще основания? Я его опыт? Нет, ну. Тут я, и тут я, и тут вы, у меня в списках нету. Можете как бы самостоятельно проходить. Нет, я просто хочу, чтобы все было ясно. Для меня и для вас. Вы только что слышали, вы что, что мне полицию вызывать? Нам одно говорите присталом, другое, это что такое? Да сейчас, я здесь хочу разобраться. Давайте администратора сюда-сюда. Главное ответственное лицо за все, что происходит в здании. Или у вас такого вообще нет? А чего вы лукавите? Ну, я не знаю, вы же... Так если не знаете, так и говорите, не знаю. Понятно, понятно. Чего понятно? Ничего страшного. Знаете, к вам доверия уже нет. Вы дважды это пытались ввести в заблудление. Опять в молчанку играю? Скажите хоть что-нибудь. Ничего не помню. Так заседание состоится сегодня или нет? Сегодня нет. А когда? Да. Пригласите ответственного сотрудника, который выпишет повестку. Вы мне хоть какую-то бумажку выдайте? Да я повестку вам выпишу. От руки? Да. Пишите. Появки они появляются? Вы мою просьбу услышали? Вы сотрудник полиции. Я от вас требую принять меры. Разобраться в этом вопросе. Вы бездействуете. Я от вас требую пригласить сотрудника суда. Точно состоит 15-го числа февраля? Слово даете? Мне так сообщили. Мне так сообщили. Кто сообщил? Фамилия? Я не могу сказать. Получается, от солнечного света дата закрывались. Смотри, все бумажками закрыли. Или от чужих взглядов. Ты не видел, какие они бледные там? Бледные? По идее, сотрудники полиции в таких случаях должны извиняться. Поехали. Не хотят его искать. Они у тебя боятся. Смотри, заклеили. Бумажками все заклеили. Чтобы их без масок не было видно. А, ну да. И жалюзи еще там сделали. Смотри. Дурка есть. О, работает. Света нет. Вот только стопарки. Ну, наверное, сейчас их и формят. Потом меня. Какой это охот? Не знаю. Написали в 14.00. Гагарин на 9. Скорее всего, 10-й участок. Наверное. 778-317. Не хотят? Нет. Ну, они пропускают. Ну, что-то я не знаю. По одному, наверное. Наверное. Да нет партии, что там человек. Да? Ну. Ну, наверное, когда их пропустят через проходную, тогда и нас. Ну, почему? Написано в спасти. Здравствуйте. Здравствуйте. На заседание пришел. Масочку одеваем? Обязательно. Вы тоже? Конечно. Со мной. Под принуждением подаваешь ответственность. Готово? До свидания. Я хочу пройти мимо. Никак нет. А? Никак нет. Отказывайте. На общих основаниях. На каких? На общих основаниях. На общих? Есть закон такой общее основание? Под принуждением под вашу ответственность. Так, по веточку. Необходимо обождать. Да, если вы ожидаете, сейчас мы участковому сообщим, он подойдет. Участковый выходит. Да, это по административным правонарушенникам. Ну да. Участковый сейчас к вам подойдет здесь ожидать пока. Что, сразу не могли сказать? Зачем я через замок два раза проходил? Облучался здесь, наверное. А какой участковый? Где он? Здесь? Как фамилия? Дежурный участковый. Дежурный участковый? Да. Вы уже его вызвали? Сейчас он подойдет сам. Он приезжает с изолятора с людьми. А если он часа в четыре приедет? А почему? Он приедет, он в здании, он просто занимается... А, все. Я и спрашиваю, его вызвали, нет? Ему сообщили, что я здесь? Ему необходимо прийти? Нам нет связи просто, где он сейчас находится. Только если он часа два не будет выходить? Ну, вы же не первый, кто... Его опыт, так скажем. Я его опыт? Ну, я имею в виду, что каждый день привозят людей. Люди приходят для рассмотрения. И так же самое, когда они в курсе. Но обычно он через сколько выходит? Пять, десять минут? Двадцать? Да не, он постоянно включал. Хорошо, ждем. Благодарствую. Что, вы видео-то смотрите? Да, мы рассказали, что пятый год. Некогда? А по глазам видно, что есть когда? Да? Сейчас это под уголовной профессиональной проверкой. Ну, нет. Поэтому не знаю, где он. Время сколько у нас? 13.54. Вы дежурная участковая, да? Да. Здравствуйте. Вот у меня тут такой документ есть. Так. Представь, пожалуйста. Участковая, что-то родилось на полицию Аксабаев. Аксабаев. Да. Действительно, скажите, пожалуйста. Аксабаев Радмир Расулевич. До 8 сентября 2025 года 036-001. Масочку приспустите, пожалуйста, чтобы сверить с фотографией. Отойдите, пожалуйста, чуть-чуть. Вы без масок. Почему без маски не хотите? Ну, вот. Одета. Ага. Слой похоже. Слой похоже. И что? Что делаете? Приседание. Ну, в студенном заседании начнется, будет рассмотрение. И во сколько она начнется? Начало 14.00. Так, вы это? Я прохожу. Где, в каком кабинете? Вы, это вы. Ваш документ можно? Да, алё. Судей. Да. Вот документ присунул. Дальше не читайте, пожалуйста. Это вас не касается. Ну, что, я прохожу? Подождите. Алё. Вообще-то, списочки заполните, пожалуйста. Что за расписочка? Расписочки о том, что вы здесь ознакомлены с правами, получается, на момент проведения. Я что, обязан это подписывать? Ну, да, просто ознакомлен. Не, я не хочу. Не хотите. Не хочу. Вы будете получать постановленное решение? Да. Обязательно. Вот здесь тогда экспозиция. Вот когда я получу, тогда и вы это. Поговорим. Хорошо. По факту. Хорошо. Отлично. Ну, что? Прохожу? Сейчас, секунду. Кто вас, кто вам выдал в поведение? В отделе полиции номер 3. Кто вам выдал? Ну, этот полиции. Фамилия, наверное? Да, не написано, ничего там. Сейчас скажу. Потому что вы почему-то в списках, я вас не вижу. Для меня там и не будет. Там персона должна быть. Булгаков Антон Николаевич. Стретюк ВВ. А на какой час? Здравствуйте. На какой час? На сегодня у нас? 4 февраля 2021 года. 14.00. Тут я, и тут не я, тут вы. У меня в списках нету. То есть вы можете как бы самостоятельно проходить. И проходить там по этому кабинету. А какой кабинет? 302. 302? Да, 302. Там ожидать, получается, на скамеечке. Как начнется... Ну, в смысле ожидать. Ожидать процессы, как начнется. Я сначала выясню. Что вы выяснили? Есть ли процесс на... Ну, выясняйте. Ради бога, вы с таким настроем, каким-то негативным камеетом нашли. Нет, вы что? Просто на любое мое слово вы какой-то противовес хотите накинуть сразу. Противовес? Да. В чем противовес-то заключается? Ну, противовес в том, что вы с этими требованиями начали... Нет, я просто хочу, чтобы все было ясно. Для меня и для вас. Поэтому я задаю наводящие вопросы. Наводящие. Да. Благодарские. Присняющие. Сказали проходить. Это не... У вас списков нет, я не знаю. Это... 302 кабинет. Нет, вы сказали проходить в 302 кабинет. Я говорю, вы лично сами решаете, как там... В смысле? Вы сказали, проходите сами в 302 кабинет. Нет, у вас списков нет у меня. Вы говорили, что пройти в 302 кабинет? Я сказал, что в 302 проходит заседание. Вы сказали... Пройдите в 302. Вот свидетеля, что видит. Сказала... Как ты не повискаешь? Вот я говорю, у вас повиска написана. Вы сами сказали... Да, я потом посмотрел в списках. Вас в списках нет, оказывается. Вы сейчас что? Меня пытаетесь ввести в заблуждение? Вот нас со свидетелем. Пройдите в 302 кабинет. И ожидайте на лавочке. Самостоятельно пройдите. Я думаю, что у нас есть списков. Вы у меня списков нет. А сейчас вы говорите, что я не прохожу? Нет, я посмотрел в списках. Вы добро даете мне на проход, чтобы я прошел? А данный момент нет. Все, благодарю. Я прохожу? Да. Или вы опять меня туда-сюда? Нет. Что значит нет? Он сказал, что нет списков. Он сказал, что не возражает. И проходите. Вы только что слышали. Вы что? Сейчас, подождите. Да, да, да. Что мне, полицию вызывать? Нет, у него повестка есть. А материал есть? Я не знаю. Он у меня в списках нет. Он звонит. Мне поможешь. Просто узнать нужно, есть материал у него или нет. Что за препятствия? Практику. Нам одно говорите приставом, другое. Это что такое? Что я такое сказал? Вы сказали, проходите. А потом... Я сказал, проходите. Да. Потому что думал, что вы есть в списках. Ну, а это мне сказали. А вы потому что начали... Вы сказали уже после того, как посмотрели. Я понял. А участкового кто вам сказал позвать? Вы сами участкового по приставке? Нет, они позволят. Потому что вы... Просто списка у меня нет. Поэтому так разногласия получилась. Я вначале думал, что вы знаете, что вы как бы в списках помощников. Я про то, что вы нам одно говорите, а приставом другое. Ну, материал ваш не пришел. Вот то, что помощник там ваш не пришел. То есть и рассмотрения, получается, уже не будет. Давайте документы переносим. Я хочу... Это не я решаю. А кто решает? Это не я. Масушку оденьте. А кто решает? Давайте мне ответственно на лицо. Я хочу подать податайство о переносе дела. Обращайтесь к тому, кто нам выписал повестку. К полицейскому, что ли? Да. Да он скажет, я знать ничего не знаю. Да обращайтесь в дежурную часть полиции той. Да сейчас. Я здесь хочу разобраться. Давайте администратора суда сюда. Пускай он принимает решение. Какого администратора? Есть такая должность. Администратор суда. Главное ответственно на лицо. За все, что происходит в здании. Угу. Или у вас такого вообще нет? Так, а Булгаков? Булгаков есть такой? Он не придет? Вот он пришел. Он пришел, записывает на аудиозапись все. Требует, чтобы начали осмотрение. А что вы лукавите? С чего вы взяли, чтобы все записывают на аудиозапись? Ну, я не знаю. Так если не знаете, так и говорите. Не знаю. Понятно. Ничего страшного. Поэтому сейчас требует, чтобы он зашел. Его материала здесь нет, получается, правильно? Дозвониться не могли? Ага, ну позвоните тогда ему. Сообщите. Ага. А ты можешь ему, чтобы вот сейчас немножко успокоился, чтобы, вот я сейчас, может, другое замкнуло, он это сказал. Не можешь? Заходи. Так нельзя, да? Не за ждать, я по-моему. А кто это? Администратур суда? Не, какой-нибудь. Ага. Все понятно. Ну ладно. Сейчас ожидайте. А что произойдет? Ответ на ваш вопрос. Письменный? Нет. А какой? Ну, минимум, ушный. Минимум, ушный. Ничего, вы дали здесь? Так, вот. Вы знаете? А я же вам дал этот. А, вы дал? Вы знаете, к вам доверия уже нет. Вы дважды это пытались ввести в заблудление. Каким образом? У окружающих. Каким образом? Ну я вам пояснял. Угу, понятно. Ладно, ожидайте. Ожидаю. Долго ожидать? Да. Да? Да, это сколько? Не знаю. О, уже начинаете честно общаться. А что, вы сказали позвониться? Скажите, пожалуйста. Не, понимаете, у меня там письменный документ, что мне, ну, сейчас там перенос делали, что-то в соответствии. У меня письменный. Что я что потом в суде, как, на салатбуке доказывал? В заседании состоялось мнение. Ну, как он в суде? Как он в суде? Как мы в суде? Административное дело. Дело рассматривается. А это на сегодняшнем? Ну, если он сейчас не состоится, то будет перенос. Или, допустим, я буду давать, а меня не пустили. Алло. Я понял, понял. Ну, короче, смотри. Он сейчас просит письменный ответ. Скажите, пожалуйста, где 501 кабинет 13 участок? Почему? У вас есть участок? 501 кабинет 13 участок пригласили. Меня развод пригласили на разговор. Давайте этот бензовочек. Давайте. Здравствуйте. Здравствуйте. Вон ты, Вокторка. Канал, Витька. Сюда подойдите. Подойдите. Время 11 минут. Время 11 минут. Время 15 минут. Там уже, наверное, все решили без меня. Там какие вопросы. Как какие? Вы меня не пропустили. Название чего. А? Как чего? Вот же повестка. Вот. Это что такое? Ну, сотрудник на старость. Ну. Так он не сотрудник. Сюда. Он участвует. Да ладно. А какая? Полицейская повестка. А, полицейская повестка? А что я в суде тогда делаю? Надо в полицию идти, да? По этой полиции. Адрес-то ваш указан. Наверное, на 9. А? Еще отсюда. А? Точно, это не нападение. Закрылись от солнечного схода. Он видишь, какой-то не видит. Он видит, не видишь, какой-то. Он видит, не видишь, какой-то. А? Ну, что, мне блог подсуждать. Куда участковый убежал? Че вы молчите? Опять в молчанку играю? Скажите хоть что-нибудь Здравствуйте Что у нас не было? На какие? Вы мне объяснили Ваш материал Вам выпишли повестку По дежурным суткам, правильно? Вам когда выпустили эту повестку? Вчера По дежурным суткам Направляют материал в суд Для рассмотрения Тех материалов, за которыми Имеется такая санкция Как арест По вашей статье У вас арест не предусмотрен Мне получается Объяснили Что у вас Этот материал будет рассматривать Он будет направлен Судье по вашему участку Вы наверное знаете Десятый Король Елена Петровна Да и вот Получается по вашему участку В суде будет направлен И рассматриваться будет В частном порядке То есть они в дежурных сутках В течение Ничего не понял Так заседание состоится сегодня? Сегодня нет А когда? Я вам вот сейчас Выпишу повестку На другое число Там такая же ситуация произойдет? Нет Почему? Ну как нет? А мне может Секретарь выписать повестку? Потому что мне сейчас утверждают Что раз вам повестку полиция Выписывала То идите в полицию Вот вы и полицейские Да Вот они мне в следующий раз То же самое заявят А вас не будет Что мне делать? Ну Пригласите Пригласите секретаря Выпускай секретаря Выпиши Сотрудник сюда Если вы сейчас Секретаря собираетесь То это не Нужно не ко мне выбрать В смысле? Никто Вы же ходили Консультировались Пускай этот Секретарь выйдет И напишет повестку Она сотрудник Судебного Да Я не могу Я что Вы же с ней консультируете? Нет Не с ней А с кем? С судьей? Нет А с кем? С судьей С с другим сотрудником Пригласите этих сотрудников Они не здесь Я по телефону Вы ходили на второй этаж Чтобы поговорить по телефону Нет Я ходил Пригласите ответственного сотрудника Который выпишет повестку Вы мне хоть какую-то бумажку выдайте Я повестку вам выпишу От руки? Да Пишите Можно ваш паспорт Чтобы я фамилии Мой сейчас правильно написал Достаю паспорт Перекционный Без оборотов на меня Первый раз вижу Часто у вас такое? Почему сотрудники имеют право? Нет А вы как? В двух инвеклярах будете? Как вас зовут Руслан? Радмир 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 У меня к вам просьба На будущее Не надо людей вводить в заблуждение Там Да нет Не поймите Поймите меня Я не вводил в заблуждение Я думал Что у вас есть в списках Поэтому так получилось Я думал Сюда люди должны подходить Те У которых есть Появки Они появляются А не из списков Я думал Что у вас есть в списках Потом я смотрю В списках у вас нет Следовательно Я уже не могу вас допустить Потому что Рассмотрения так и так не будет Раз так вашего материала нет Вот в чем дело А те кто есть в списках Они как бы Их материал есть Вот в чем дело Вы мои просьбы услышали? Насчет? Ну я вас попросил Больше не вводить в заблуждение А Ну понятное дело Согласна, да? Я не вводил в заблуждение Я же говорю Ошибку получил Я вас не спрашивал Что было или не было Я вас попросил На будущее Не вводите пожалуйста В заблуждение Ну Благодарю Ну какое число? 15 Вы сами Кредит Сказали Кто сказал? Сотрудник административной практики Занимается Занимается Фамилия А вы по какому телефону Смотри Не могу Смотри Смотрите пожалуйста Я хочу уточнить Дело в том что вы Поймите меня правильно Вам доверия Я вам пояснял Мало На данный момент Обратитесь По адресу 30 Полиция 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 Это Там Как раз Судебополизделение В департаменте Судеба Нет По административному материалу Которого занимают Это полиция? Да Мне не интересует Мнение полиции Мне интересует Мнение сотрудника Суда Это не ко мне вопрос Я хочу Как не ко мне? Дело в том что 15 при Доне Скажут А где вы были Мы Когда Судеба 4 числа Все провели Где вы Хочешь Я хочу Скажу Вопрос Не ко мне Я не могу Я не могу Я не могу А что может Вы Я не знаю Нарушаются Мои права Право на защиту И право на правосудие Вы сотрудник полиции Я от вас требую Принять меры Разобраться в этом вопросе Вы бездействуете В чем бездействуете? Пригласите сотрудника Суда Пускай они выпишут Повесить Это надо обращаться К судебным Я к вам обращаюсь Я к ним обращаюсь Я к ним обращался Они молчат И не пускают Говорят вам нельзя Они молчат Я вас как сотрудника полиции Обязываю Прошу и требую Принять меры По пресечению Противоправных действий Вот я вам и объясняю Вы не надо ничего объяснять Вы пресеките Противоправные действия Что именно Я же вам пояснил Доступ к правосудию И право на защиту У вас будет доступ Я же вам объясняю Вот написано Это по вашим словам К вам доверия мало Я от вас требую Пригласить сотрудника Суда Вон канцелярия Канцелярия рядом Пригласите пожалуйста Пускай они меня разъясняют Я начинаю сотриться Дед Имя и с ним Памилию полностью Пожалуйста Акси блядь да? Акса Акса блядь Субтитры создавал DimaTorzok 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 По идее сотрудники полиции в таких случаях должны извиняться Но я от вас не требую извинений Вы могли бы это сделать чисто по-человечески Но несмотря на это у меня, опять же, нету к вам претензий Мы с вами друг друга поняли, да? Вы мои просьбы услышали На будущее, пожалуйста, не войдите за блуждение Все, это ваше Все, хорошо Благодарю До свидания Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok